И таких прецедентов нигде нет. Вот сейчас параллельно в Бразилии идет процесс, когда там сейчас запрещают X на территории всей Бразилии. Вот обратите внимание, там чисто политическая тема. Да, сегодня мы закроем глаза на беспредел отношений Дурова, завтра этот беспредел придет к нам, к нашим родственникам. Мы начнем тут носиться перепосты делать, митинги где-то организовывать. Так, ну и давайте традиционно вопросы про Павла Дурова, конечно же, посыпятся. И зачитываем первое. Томзо, почему ты оправдываешь Павла, если учитываешь то, что он ездил в Россию постоянно с 2014 года? Потому что я не могу мыслить преступно. Мне предлагают все те люди, кто говорят нам, что Павел плохой. Павел, он там сотрудничает с российскими спецслужбами. Смотрите, он летал в Россию. Эти люди нам говорят, он плохой, поэтому пусть Франция его съест. Понимаете, что сегодня, если согласиться с этим, то завтра плохим объявят меня, какого-нибудь другого. То есть мы... Я не могу становиться на сторону беспредела. Если Павел плохой, если он летал в Россию, если он сотрудничает с российскими спецслужбами, это вопрос, который нужно понять, нужно предъявить. Но это тема отдельного разбирательства, потому что французы его не обвиняют в том, что он летал в Россию. И французы не обвиняют его в сотрудничестве с российскими спецслужбами, потому что кто бы, ну чья бы мычала? Франция не может его в этом обвинить, потому что Франция гораздо лучше дурова и кого угодно сотрудничает и сотрудничала с российскими спецслужбами. Французский глава МВД, вот это Дарманен, по-моему, его фамилия, тот самый глава французского МВД, который по чьему непосредственному приказу был выслан из Франции, Магомед Гадаев, вопреки решению суда, запрещающему депортацию, вопреки этому он единолично, мне плевать, он приблизительно вот так он сказал, мне плевать на решение запрещающее, вышлите его. Он это сделал после того, как полетел в Россию, встретился там с Колокольцевым, главой МВД России. Они там составили список чеченцев, которых Франция вышлет, несмотря ни на что. И Гадаев оказался в этом списке. И ничего, вот никакие, ни решения ЕСПЧ, ни запрет там от ООН, ничего бы на это не повлияло. То есть он кулуарно договорился со своим российским коллегой, и потом, выполняя обещание, данное российскому коллеге, выслал Гадаева. И Гадаев, ну это такой знаменитый кейс, а на самом деле там человек 20 минимум, людей, которых вот так по беспределу выслали. Поэтому, чья бы мычала, Франция, в принципе, не может его обвинить в том, что он там с кем-то сотрудничает. Поэтому Франция его в этом и не обвиняет. Франция его обвиняет в том, что он, что на базе Телеграма, то есть на базе этой платформы, совершались преступления, продажи наркотиков, детская порнография. И что Дуров сам непосредственно несет теперь, ну разделяет эту ответственность с преступниками. Понимаете, суть этого беспредела. Если это подобно тому, как вот у меня есть канал Телеграме. И представьте, если бы, допустим, в комментариях, я бы не уследил, и у меня в комментариях кто-то там дал бы объявление на продажу наркотиков, например. Кто-то бы к нему перешел бы ему там по ссылке или на его аккаунт, купил бы у него наркотики. Этот человек совершил преступление. Я, допустим, потом только увидел, что это произошло, я там где-то отмодерировал, убрал. А потом мне говорит французское правительство, французское МВД. У тебя, в твоем канале, в комментариях было размещено объявление. По этому объявлению у нас в стране, значит, было куплено наркотическое средство. Соответственно, ты теперь вместе с тем, кто его продал, несешь ответственность и тоже будешь сидеть в тюрьме. Понимаете, вот в чем беспредел в отношении Дурова. Потому что Дуров, мы же понимаем, что даже если на его площадке совершаются преступления, и он, например, его модерация, допустим, не качественная, по сравнению, например, с другими площадками, то это претензии к платформе. Если вас не устраивает, если у вас есть претензии, и, допустим, модерация Телеграма не соответствует, например, законам Франции, она отстает, допустим, от каких-то общепринятых, ну тогда блокируйте Телеграм. Сначала примените какие-то санкции, сначала, наверное, должно быть какое-то решение суда или регулирующего органа во Франции, которое обязывало бы Телеграм привести это все в соответствии с нормами Франции. После того, как они бы этого не сделали, либо они бы отказались это выполнять, после этого какие-то санкции, штрафы, может быть. Ну, вплоть до блокировки, в конце концов. Самое последнее, это блокировка вообще на всей территории Франции. Но вообще в истории этих социальных сетей не существует такого прецедента. Вот это первый, когда, минуя все эти меры, не предъявляя никаких претензий к самой платформе, ничего этого не делая, просто возбуждается дело в отношении директора, его, по сути, берут в заложники, на четверо суток его лишают свободы, затем существенно ограничивается его свобода, с него сдирают 5 миллионов в качестве залога, и таким образом его вынуждают к сотрудничеству, к тому, чтобы он там сделал то, что хочется французским ментам. Подобный беспредел его нельзя оправдывать ничем. Он может быть очень плохой человек, дурок, может быть он реально с кем-то как-то там сотрудничает, но это не имеет отношения вот конкретно этому кейсу. По конкретно этому кейсу Франции отворит беспредел. Поэтому здесь надо встать на защиту Дурова, потому что сегодня в отношении Дурова они это сделают. Если в отношении Дурова можно так легко побеспределить, то вы представляете, что можно делать с другими. Это не значит, что они до сих пор не беспределили над остальными. Но отсутствие как раз-таки вот этой реакции на кейс Гадаева, она и привела сегодня к ситуации с Дуровым. Теперь закроем Гладана Дурова, там и дальше будут такие же прецеденты. И недалеко перспектива, когда Франция уже полноценно превратится в такой режим, как в России или в Иране, еще там где-то. Поэтому вот это противодействие, оно все-таки должно быть. И вот это мнение правильное, оно должно высказываться, оно должно звучать. Мне очень понравилось, что многие известные в мире люди, коллеги Дурова вступились, высказали свою позицию. Пусть где-то она была не до конца объективной. Например, когда там Такер Карлсон сказал, что это союзник администрации Байдена. Но это, конечно, смешно. Какой Байдена? Франция — это союзник Соединенных Штатов Америки. Независимо от того, кто приходит в этот кабинет, в Белый дом, она всегда была и остается союзником Соединенных Штатов Америки. Поэтому они, понятно, что они в своих предвыборных целях используют. Но в целом то, что люди впрягаются, там Илан Маск высказался, это хорошо. Так, звучит логично и тем не менее все-таки странно, что так много людей говорят, что Павел не мог ограничивать ТГ. Прецеденты были. Даркнет-магазин Силкроат Ульбрихт осужденно-пожизненное. Правда, США. Ты считаешь, что это уместный прецедент, то есть это совершенно другая вещь, это не социальная сеть. Ты говоришь, вот этот Силкроат, допустим, это целенаправленно созданная площадка для реализации наркотических средств. Человек, создавший такую площадку, естественно, несет непосредственную ответственность. Но Павел Дуров не создавал площадку для реализации наркотических средств или там детской порнографии, или террористических актов. Это вообще разные вещи, ребята. На таком уровне мы не можем с вами вести дискуссию, потому что это слишком низкий уровень. Чтобы говорить о прецедентах, нужно приводить пример X, бывший Twitter, вот это социальная сеть. Любую платформу Меты, Facebook, будь то WhatsApp, что-то подобное. Просто Телеграм, он себе объединяет и мессенджер, как WhatsApp, и социальную сеть там, что-то наподобие Facebook. То есть это что-то более объемное. И таких прецедентов нигде нет. Вот сейчас параллельно в Бразилии идет процесс, когда там сейчас запрещают X на территории всей Бразилии. Вот обратите внимание, там чисто политическая тема. Значит, Маску, один из судей Бразилии, рассматривающий какое-то там дело по поводу какой-то цензуры, он дал два дня Илону Маску, ну точнее X, чтобы они подвергли цензуре какие-то там публикации на территории Бразилии. Маск публично отказывается, называя это политической цензурой. После этого судья выносит решение, дает двое суток регулятору бразильскому, чтобы он заблокировал X на территории всей страны, на территории Бразилии. Вот что происходит обычно. Но никак не, понимаете, вот Бразилия, она не стала возбуждать уголовное дело в отношении Илона Маска. Они не стали выдавать орден на его арест и ждать, пока он прилетит в Бразилию, чтобы его арестовать и взять в заложники и таким образом получить там необходимые им данные или заблокировать какие-то аккаунты, понимаете? Они просто поступили, хотя это тоже, если мы сейчас скажем, соответствует ли это духу закона, это же притеснение свободы слова. Конечно, да. Но это не сравнится с тем, что сделали французы. Потому что это вообще полный беспредел. Конечно, то, что делает сейчас твориться в Бразилии, это тоже ненормально. И это тоже заслуживает того, чтобы осуждалось. Но на фоне того, что творят французы, это даже незаметно. Это кажется какой-то цивильной мерой. Понимаете? Это французы привели нас к тому, что мы на такое смотрим, как на цивильную меру. Сейчас то, что Россия делала в 2018 году, пыталась сделать, заблокировать Телеграм, тоже выглядит какой-то цивильной правовой мерой. Потому что Россия, в отличие от Франции, не возбудила дела на дуровых, не объявила их в розыск, не арестовала их, ничего подобного не было. Просто попытались заблокировать Твиттер, запретив его, говорят, футы, Твиттер, запретить Телеграм. Попытались заблокировать Телеграм, запретив его на территорию России. Поэтому давайте все-таки смотреть на конкретную проблему, а не пытаться человека... Это знаете, у чеченцев есть такая пословица, чайнохок. Когда медведь, медведица, решает съесть своего детеныша, медвежонка, она валяет его в пыли, чтобы запачкать, испачкать его максимально. Сделать нехорошим, не узнать, не узнав потом съесть собственного детеныша. Вот это такая же история, когда мы, ну не мы, а кое-какие люди пытаются всячески испачкать Павла Дурова, сделать его плохим, чтобы люди сказали, а ну раз он такой плохой, тогда в принципе можно и над ним поиздеваться, и беспредел в отношении его сделать. Ну да, сегодня мы закроем глаза на беспредел в отношении Дурова, завтра этот беспредел придет к нам, к нашим родственникам. Мы начнем тут носиться, перепосты делать, там митинги где-то организовывать, когда французы дальше пойдут беспределить. Я не говорю, что они не беспределят. Закономянами я сейчас могу спросить, а что они до сих пор этого не делали? Да, делали. Но они это делают и продолжают, потому что на это никто не реагирует. Ну слабая на это реакция. Поэтому вот это хороший прецедент. Дурова это человек, за которым стоят все-таки серьезные силы, очень серьезные капиталы, граждане нескольких государств, Эмираты за него упрягаются. Это вот хороший прецедент, чтобы подобные вещи пресечь. Субтитры создавал DimaTorzok